друзья всем привет я думал этот день уже никогда не настанет все те кто подписан на канал знают о моих баталиях с покупкой новой квартиры наконец-то ребята что я достаю из широких штанин ключики парни наконец-то вот оно счастье вот оно счастье когда ты покупаешь квартиру не долго ну слава богу без ипотеки взял двушку за 11 миллионов рублей и этому дико рад что это за двушка в этом видеоролике как обещал я вам покажу сегодня мы сходим ко мне в гости все детально покажу расскажу вместе посчитаем на ряд некоторых ваших комментариях я сегодня с удовольствием отвечу вы мне дадите дельные житейские советы здесь нужно сделать вот так а вот тут нужно чуть-чуть подвинуть в общем этот ролик будет приятный жизненный насыщенный по информации находимся мы с вами сейчас на балконе но подъездном это вот это вот не то за что я бился не переключайтесь потому что сперва у нас спонсор выпуска впереди ремонт и после чего мы переходим к основной теме выпуска пойдемте в гости а спонсор этого выпуска компания юис который оказывает услуги в сфере айпи телефонии и будет полезно в любом направлении бизнеса где важны качественная связь и правильная обработка коммуникаций все очень просто смотрите вы меняете оператора связи при этом ваш текущий номер вы можете сохранить за собой но при этом вы получаете полноценную платформу для коммуникации с клиентами от прослушки и аналитики звонков до оптимизации и аналитики рекламных источников широкий функционал поможет не только контролировать рабочие процессы мы подтолкнет ваших клиентов к обращению именно в вашу компанию вы можете перейти к юис прямо сейчас как со своим мобильным номером так и с региональным федеральным 8 800 человек звонит по этому номеру попадает на голосовое приветствие где ему предлагают выбрать для связи с оператором нажмите 1 для соединения свинджи в продаже нажмите 2 и многоканальное меню поможет распределять звонки на нужных операторов внимание где бы они не находились хоть по всему миру звонишь нажал на кнопочку звонок ушел в африку удаленная система работы сегодня процветает настройка происходит в один клик а поддержкой сервис работают 24 часа 7 дней в неделю и 365 дней в году не зря у юис самая высокая оценка на яндексе в сегменте вы скажете как сладко и гладко все звучит ребята компания юис дает возможность вам первый месяц воспользоваться их услугами абсолютно бесплатно и вы поймете качество и уровень услуг на высшем уровне переходите по ссылочке в описании оставляйте заявку с вами свяжется грамотный менеджер и все вам детально расскажет ну что пойдемте в гости не в ту сторону а настроение очень хорошего блондина праздник сегодня еще на сегодняшний момент записи пятница но сами понимаете сегодня нас день переезда погнали вот такой вот занимательный душевный подъезд конечно же вы скажете что это все проперзанная бабкина старая фу нафиг я даже отрицать этого не буду но при этом новостройки это отдельная история там все цивильный там все симпатичный но там в первую очередь все гораздо дороже у большинства жителей нашей страны такие же подъезда поэтому меня это в принципе никак не смущало раньше я жил в пятиэтажке там было плюс-минус то же самое пошли оба два лифта ты представляешь два лифта один грузовой другой пассажирский при этом дом построен в 1969 году если не ошибаюсь или семидесятом выведу на экран отличительная особенность этого дома было именно то что здесь было два лифта один из них был грузовой но за нами приехал лифт тихо поторопился салон сейчас щелканет залетаем мой этаж я такой раз домой домой а почему домой ключики смотрите мусоропровод он действующий дом высокий сам по себе соответственно я имею ввиду подвальное помещение мы например ходили в гости к одному человеку он же девятиэтажки мусоропровод все падает условно на первый этаж и соответственно ты проходишь вот тут у тебя все закрыто но здесь стоит мусор здесь понище здесь же получается так то что бросил он падает в подвал и регулярно все выносят крысы мыши это стандартное явление для всей москвы куда бы вы не пришли по вечерам походите по внимательному летний период времени посмотрите есть я замечал но последнее время кстати не видел потому что периодически все это дело травят пошлите дальше лестничная площадка здесь нас получается четыре квартиры сначала идет двушка дальше идет двушка однушка большая однушка маленького точно такая же однушка раньше была у меня теперь вот ты готов ты готов прийти в гости блондинам друзья я честно дико счастлива друг приехал который сейчас снимает тоже зашел по сравнению блин реально классно то есть визуально она я думаю вас впечатлить при этом косяки пахать и есть на поставим ваш немножко ладно залетайте пачки и магия монтажа и мы уже находимся дома друзья значит смотрите площадь квартиры 53 квадратных метра это двухкомнатная квартира со одной большой лоджий я неоднократно говорил что это дом легендарный но я это подразумевал в кавычках подобный дом строился исключительно только в москве где-то по регионам его встретить невозможно и самое главное что я начал читать его истории понял что это была группа лиц которые разрабатывала факт в том что дом например очень удивительный в плане чего у меня есть один балкон у кого-то может быть в двушки в подобные один балкон но меньше у кого-то может быть два балкона у кого-то может быть балконов 0 поэтому это очень странно суть в том что вот мы заходим здесь сделано полностью перепланировку не полностью но местами вы сейчас увидите вот такая прихожая она с одной стороны небольшая но на два человека зашел верхнюю одежду повесил пожалуйста что мне досталось в наследство вот эти стены цвет покраски до венецианская штукатурка идет точно такие же как сделано у меня в квартире где жил раньше сначала захожу такой опа думаю нифига себе пришел сам к себе домой чувствуете да это уже получается какая-то взаимосвязь электроподогрев пола в ванной присутствует достался в наследство здесь куча коммуникаций дымофон раньше у меня дымофона не было туалет совмещенный соответственно специально так сделали заходим смотрите что у нас происходит вот здесь такая у нас декоративная стеночка есть ванна в принципе уют многим сейчас может не понравиться потому что оранжевый цвет он такой ну на любителя я когда смотрел вот так ради интереса квартиры в испании как вообще там делают вот подобный стиль то есть у меня есть подозрение то что это взяли откуда из испании возможно я ошибаюсь напишите ваше мнение в комментариях но сам факт а вот и посмотреть все чистенько аккуратно мы уже конечно заказали клининг но на все нам и ли но сам факт того то что сегодня могу завести свои вещи и здесь уже полноценно жить это очень важно именно поэтому отчасти да я бился за эту хату потому что я понимал что до цена 11 миллионов когда-то люди купили когда-то за восемь с половиной миллионов рублей при этом были квартиры подобные до двушки 11 700 с хорошим ремонтом там по фото смотришь там такой ремонт что даже идти неохота бойлер счетчики все стоит все поменяно это тоже важно потому что это все сопутствующие расходы ты заедешь все старое после бабушки буду переделать под себя будь готов я что такой ремонт знаю сегодня когда цены на все выросли это пипец короче ванна комната пришел помылся все свои дела сделал на мой взгляд в принципе сделано неплохо все показываю как есть в открытую соответственно если что-то увидите какие-то советы тайминг пишите дима здесь надо сделать по-другому будем смотреть будем читать ваше время тоже на самом деле очень часто пишите реально толковые вещи за что вам огромное спасибо получается в общем дальше так что мы заходим вот сейчас куда уходит оператор куда уходите вы там у нас будет зал здесь же мы заходим в детскую комнату она небольшая но сам факт того что она есть друзья и наконец-то в моей дочери будет своя комната вы представляете здесь и раньше жил ребенок соответственно здесь некоторые обои подраны но это ничего страшного фишка в том что полы я спрашиваю что делали заливали бетоном нет говорят какая-то стяжка идет современная говорят очень круто особо не в курсе потому что если заливал все бетоном люблю бетон потолки сделали натяжные с одной стороны я это не очень люблю все-таки я бы хотел бы сделать что-то более там интересное с точки зрения натуральности но все-таки натяжные потолки это химия и сегодня их уже особо-то никто не делает но она есть показываю как есть комната примерно 12 квадратных метров площади соответственно что мы будем делать в этой комнате я сейчас пока сюда завожу только вещи свои полностью начнем в первую очередь с нее закажем сейчас дизайн-проект в субботу завтра сегодня пятница для меня приедет дизайнер все расскажем создадим сначала дизайн-проект и уже по нему зайдет славик тот самый славик про которого я вам говорил славик будет делать со своей бригады здесь ремонт вот здесь есть прикольный момент показываю показываю следите смотрите труба вот этих прям еще даже посмеялся чисто видишь она шла-шла-шла-шла-шла и короче утонула в текстурах прикольно да то есть она вот она идет здесь тепло от нее чувствуется но интересно тоже делали вроде бы как местами ремонт хороший видно то что подошли со вкусом при этом они нанимали отдельности также дизайнеры все там под них продумывалось но вот кто-то из своих заходил ремонт делать ремонт они делали если я не ошибаюсь мне кажется лет наверное 7 назад меня уж там сильно не уточнял можно конечно по документам понять посмотреть когда они покупали факт в том что например выведены везде отдельные розетки под телевизор пожалуйста выведены розетки под интернет я думаю а на хрена не нужны то мы на сегодняшний день тогда это еще было актуально рециркулятор затащили видите красненькая перегрызана кто грыз джонни грыз в общем вот такая комната соответственно мы ее доработаем по максимуму в дальнейшем я вам с удовольствием покажу что из этого получится я прямо сделал отдельную серию что покажу вот дизайн проект сколько такой дизайн проект стоит сколько денег уходит на материал и так далее потому что вот это реальная картина 12 квадратных метров наверняка у вас у кого-то тоже такие же комнаты есть но интересно же как вот благоустроить комнату так чтобы было все сделано по грамотному чтобы везде все было на своих местах экономия пространства в такой площади это очень важно вот над этим и поработаем и я с вами абсолютно бесплатно поделюсь расскажу сколько как что происходит подписывайтесь на канал обязательно не потерять а дальше мы идем в то что прям вот я зашел когда дальше я прям такой думаю все я беру пишешь в общем смотрите сейчас вы пойдете за мной потому что именно так я заходил и видел своем глазами просто хочу эту картину показать пошлите мы заходим до продолжения маленького коридора здесь идет дополнительный шкаф куда собственно мы складываем верхние вещи там нижние вещи и так далее и дальше ребята нас встречает перепланировка квартиры здесь была раньше стена и кухни и и сломали сделали из нее островок вот такой с правой стороны мы до нее дойдем вот до сюда вы посмотрите что здесь происходит и здесь общее большое пространство ровно то что я люблю я прям пришел думаю ё-моё стену ломать не нужно уже все есть ну и конечно же вишенка на тортике это панорамные окна которые выводят нас на балкон и с нашей стороны вот с этой начинается большая терраса ты прям выходишь и понимаешь ё-моё ну наконец-то как я этому рад балкон у нас сейчас без ремонта я его буду полностью переделать в планах у меня вот здесь создать свое рабочее место соответственно я сделаю большой шкафчик такой с полочками здесь будет стол поставлю компьютер буду сидеть чик-чик монтировать ролики возможно даже попробую купить какой-нибудь хороший микрофон для того чтобы может быть прямые эфиры делать либо подкаст еще что-то надо же что-то новенькое придумывать возможно здесь на новом месте это будет получаться утеплим балкон на днях должны приехать люди потому что к утеплению балкона я хочу подойти максимально грамотно и сделать все четко потому что когда на улице минус 20 градусов все равно от окна двухкамерный трехкамерный холод все равно будет идти есть специальные отсекатели в идеале вообще возможно найти окна с подогревом как на тачках это конечно я думаю такие не делают но на всякий случай может быть суть сделаю хороший уютный балкон на пол кину плитку под дерево и сделаю все с подогревом так чтобы ты вышел здесь было комфортно при этом обошли возможно деревом но это все сделаю то есть подписывайтесь на канал потому что будет дизайнер работать и мы прямо сделаем прям от и до красивую картинку посчитаем сколько все это делается ну и потом все это дело воплотим чтобы ты вышел вечером вечерний свет здесь возможно сделаем дополнительно столики которые будут прятаться раз открыл столик появилось пространство поставил два стульчика здесь будут идти раздвижные окна ты открываешь тебя большое пространство ты садишься чашечка эспрессо эспрессо чашечка пошла раз раз попил вид открывается у нас на царицынский парк вечернее время я вам покажу конечно через камеру это не передать ну подсвечивается город тоже приятно тоже симпатично в летнее время дерево распустится я как раз очень сильно хотел чтобы дерево было плюс минус там на макушках потому что когда очень много деревьев вот я жил прямо на втором этаже на любителя мне например не очень понравилось потому что зимой окей осенью окей весной окей а вот летом солнца не хватает хочется больше ну и параллельно с записью этого сюжета мы женой собираем свои манаточки прощаемся с квартирой первую ночь мы уже заночевали в новой как это выглядит все осталось вещички собрать уже все очистили соответственно в этой квартире какой плюс что во второй половиной дня примерно после часа двух часов дня и до вечера здесь солнечная сторона и соответственно здесь всегда светло ну так уютно согласитесь почему нет до квартиры небольшая ну а как по-другому пожалуйста вот такие условия есть в соседнем доме насколько я знаю квартиры есть и вовсе там какие-то мало габаритные куду куда еще меньше 21 метр 21 метр возможно какая-то переделка но сам факт соответственно здесь мы прожили последние три года наверное с 2018 года с осенью мы заехали полноценно и вот такая картину а я здесь жил с 2008 года студентом когда еще здесь вообще была разруха была стена в общем не было никакого ремонта могу сказать одно на двоих реально нормально те кто подумывает брать не брать однокомнатную квартиру есть и вдвоем если для работы достаточно будет места проще убираться все на своих местах лежит в этом свои плюсы есть понятно что круто когда у тебя 100 метров возможно там терраса какая-то открытая большая есть но помечтать каждый из нас может и мечтать как говорят полезно визуализировать визуализировать ну а так пожили всем довольны надеюсь эта квартира новым владельцем будет приносить только позитивные эмоции но балкон сделан по принципу треугольника здесь у нас узкий угол и сейчас он просто грубо говоря глухой что будем делать вот это до конца сломаем и здесь тоже будут идти окна то есть по верхней части там будет так но для чего когда выходишь будет во первых больше света и во вторых будет больше пространства но реально я посмотрел у некоторых соседей так сделано смотрится очень круто а по нижней части будет сделан дополнительный ящик там будут глубокие полки куда можно будет что-то складывать возможно вещи возможно что угодно здесь у нас окно вот смотрите да апана залез на кухню сделано удобно то есть они вот как купешные окна открываются закрываются в принципе неплохо поставил себе кофе чтобы не тащить через всю комнату здесь подошел его взял попил ну к примеру либо еще что то есть идея есть идея на хрен вот это дело все сломать сделать дополнительную просто купешную какую-то дверь такое делается люди уже прислать говорят вообще любой каприз и соответственно можно будет раз открыл и вышел сразу на кухню чтобы вот не циркулирует постоянно там на мой взгляд будет неплохо но посмотрим подумаем ваше мнение напишите обязательно в комментарии в квартире три радиатора работает из них только один потому что два остальных просто напросто выключены очень жарко когда к ним пришел что в январе феврале заходил вы знаете морозы были сильные работал один действительно дом топит так что ого-го но и самое главное что все сделано тоже грамотно что все вентили все перекрывается все свежие то есть не такое что ты зашел и думаешь блин все это дело надо менять кондиционер достался в наследство вот такого вывели сюда у них просто телевизора раньше не было этот телек мой это единственное что я забираю с собой своей квартиры все остальное я оставляю новым владельцам понятное дело что если по симметрии смотреть телек то ровно висит на его оцентровали а вот этот товарищ сюда не совсем вписывается подумаем что делать вот это вот тоже как на заказ нанимали кого-то приходил то ли рисовал но это короче не обои это вроде как нарисовано далее идемте смотрите вот так вот идешь я поставлю камин электрокамин очень нравится уютная тема потом прям покажу вам что мы сделаем залом я думаю вам понравится тайная комната тайная комната соответственно здесь специально сделала раздельная зона и это получается как бы спальня у них здесь стояла кровать здесь было рабочее место здесь стоял стол компьютер как сделаем мы мы уже по размерам все посмотрели прикинули вот так ставим кровать туда раз с левой стороны у нас будет стоять детская кроватка приставная для того чтобы ребенок спал рядом места хватит реально и места хватит самых хампы так что это очень рад что больше не придется мне спать вот так вот к стене когда я спал то что раз я так могу то повыше и подниму то пониже сейчас будет так что будет спальное место метр восемьдесят на два метра это хороший матрас вполне достойный это будет матрас blue slip сразу вам говорю закажу у них сделаю на него обзор ну и будет получаться так что я вот здесь стою прохожу открываю дверь спокойно и выхожу я жене говорю давай уберем нахрен эти двери она говорит да нет зачем давай оставим мол как бы все равно отсекать зону спальню я говорю ну окей поживем посмотрим норм не норм по розеткам здесь уже дополнительно все выведено то есть это условно нажимаешь если здесь будет какой-то светильник можно будет повесить его он будет включаться ну посмотрим возможно что-то местами переделаем потому что ну невозможно а здесь мы местами точно будем передел потому что мы здесь хотим сделать иначе более уютно вот эту лампу каком-то японском я не знаю стиле то есть знаешь здесь прям можно эту медитации проводить естественно будем убирать да и во-вторых она мне вот дядя дима не маленького русском русском короче нужно будет убирать здесь мы доделаем в первую очередь нам сейчас нужно заехать обжиться посмотрим какие-то косяки в любом случае еще здесь всплывут и мы над ними будем работать ну и конечно же кайф что объединенная кухня с залом что это большое пространство вот допустим островок у меня жена всегда хотела островок понимаю что в частных домах сюда можно было бы вывести допустим раковину варочную панель над ней повесить вытяжку можно было бы сделать но у нас все таки как бы квартиры поэтому вот такое место здесь внутри да где я ставил здесь различные полочки то есть сюда можно кучу всего наложить его можно использовать как обеденный стол при этом здесь у них раньше стал еще отдельный столик у них был столик они здесь проживали два человека завтракали обедали здесь я заказал уже стульем соответственно будешь сидеть смотреть единственный минус и в тот же момент плюс что вот эта тема да она вроде бы смотрится прикольно ты стоишь но когда например что-то здесь резать понимаете если включить она будет отвлекать тем более задеть лизер здесь не на работку такая тема она должна быть на пружинах что ты раз поднял опустил ну как это делать в ресторанах тогда это было бы комфортнее это было бы удобней кухня тоже достается в наследство холодильник рабочий вытяжка рабочая посудомойка рабочая стиральная машинка рабочая духовка свечи печь в принципе вот такое все и здесь же еще фильтр стоит и все это свеженькое посмотрите визуально как бы я думаю это приятный такой ненапряженный стиль слоновая кость то есть для квартиры неплохо но в дальнейшем конечно будем что-то местами переделать потому что свои косяки тоже видим так сказать наживное надо пожить обжиться все сделаем красиво оп да прикольно здесь стояла такая длинная ваза зеленью и соответственно смотрится неплохо вечернее время я вам сейчас тоже выйду на экран как это все происходит подсветки много можно включить будет уютно и можно сделать такой вечерний свет можно сделать там все в рубить везде будет полно света то есть не темная квартира местами я бы добавил света только в прихожей и вот в этой спальной зоне но это мы собственно сделаем чуть позже давайте еще раз закрепим по поводу цены свою квартиру я продал за 7 миллионов 650 тысяч рублей эту квартиру я купил за 11 миллионов рублей все это в связи с тем что произошел скачок цен если бы не было бы скачка цен эту квартиру продавали бы я думаю порядка бы ну наверное 10 миллионов рублей либо там что-то типа 9 800 соответственно и моя квартиры как раз на миллион 100 на миллион двести была бы ниже то бишь я особо то ничего не потерял это равносильно тому что если сегодня скачок цен происходит и квартира это стоит 15 миллионов рублей на 4 выше то и моя там на 4 выше вырастает плюс-минус я ничего не приобретаю не теряю то есть в этом плане мне конечно же дело повезло были те кто писал да вот это ловкий ход риэлторов они тебя развели специально приподняли цену потому что изначально она была 10 800 ребята еще раз вам говорю когда я пришел и увидел квартиру в каком она состоянии я понял одно что я готов и купить даже за 11 500 потому что ремонт это все нужно считать те кто этого не понимают очень жаль потому что когда вы зайдете и вы купили квартиру дешево на нам в убитом состоянии ну поймите правильно конечно для каждого понять ремонт свое кто-то вот там покрасил стены положил линолеум все ремонт сделала я как бы хотел сделать так чтобы все было круто здесь уже предпосыл для этого есть доделывать переделывать здесь особо не нужно балкон он вообще не тронутый соответственно работаем от 0 до 100 комната детская работаем от 0 до 100 площади небольшие я думаю особо каких-то прям больших расходов не будет но в тот же момент делать все будем очень круто поэтому расходы я думаю будут большие добавлю также по сделке и по перепланировке в моей квартире здесь она тоже есть здесь она тоже не узаконено и меня это никак не смущает соответственно я вам показал на своем личном примере что перепланировка перепланировки рознь и нужно в этом детально разбираться некоторые лезут дают свои советы навязывают свое мнение утверждая что нельзя согласовать нереально невозможно вот вам пожалуйста живая картина никаких договоренностей ни с кем никак не было мы пришли в компанию которая занимается подготовкой планов до для квартир при покупке их в ипотеку дали в сбербанк показали что перепланировка есть неузаконено что как сделано люди сказали куча таких людей кто приходит с подобными вопросами всем все согласовывать чё вам то не согласует были те кто писал вот до росреестра когда дойдет когда не увидит да все они видели все не зарегистрировали все прошло как вы видите отлично соответственно есть такие перепланировки где как раз таки будет отказ и соответственно никто за них браться не будет поэтому нужно изучать вопрос детально и нужно общаться не с любителями подчеркиваю я никогда в жизни не называл себя экспертом в недвижимости я просто любитель я вам показываю как есть а вот общаться как раз нужно с профессионалами практиками в этом вопросе если вы хотите купить жилье или продаете свое и у вас сделана перепланировка уточняйте эти моменты так как сегодня некоторые квартиры которые рисуют там заходишь и думаешь блин вот тут стену вот тут подломать вот здесь можно объединить на самом деле это же конструктор хочется сделать под себя поэтому имейте ввиду в целом в этом вопросе я думаю ничего страшного нет очень частые комментарии которые встречаются типа 11 лямов за двушку в 53 квадрата или 7 650 за однушку в 27 квадратов да вы там вообще чокнулись в этой москве ребята вот на этот комментарий с одной стороны даже нет смысла отвечать но если люди не понимают почему в москве жилье дорогое ну как ты ему это объяснишь да ты за 11 лямов у нас здесь мог дом купить 300 квадратов у нас здесь это где-то там 4700 км от москвы в какой-то глухой глухой деревне ну и так далее если бы москва как вы некоторые говорите на хрен никому была не нужна тогда ответьте мне на вопрос какого хрена вокруг нее столько строится новых новостроек все это скупается люди берут на этой ипотеке почему все лезут когда она никому нафиг не нужна все наоборот отсюда убегают уезжают далее мы снимем сюжет где покажем как раз таких москвичей которые пожили в москве то коренные москвичи сказали вот мне она больше на хрен не нужно и поедем в гости посмотрим куда человек переехал чем он занимается как он зарабатывает зададим ему острые вопросы а квартиру чку-то свою как продал или сдаешь на всякий случай там перестраховываясь прописочкой пообщаемся послушаем людей что они по этому поводу расскажут велик погрызанный у них кот был но достался код кстати тоже опрятный очень чистый пришли я так как бы запахов отката никаких не осталось в общем смотрите огромное спасибо всем тем кто поддержал всем тем кто порадовался кто прям действительно переживал я честное слово не ну не ожидал что такая поддержка будет что столько людей есть которые умеют порадовать другого человека конечно же были те кто желал чтобы ничего не получилось друзья но не без этого есть позитивные люди есть негативные люди в любом случае вы со мной даже те кто ставит постоянно дизлайк видос открылся внизу тебе блондин сразу какой ты блондин ты рыжий ты сразу тебе дизу это нормально будем жить дальше будем двигаться от себя честно желаю каждому успехов добиваться трудиться ничего не украл все сделано честным трудом конечно же огромное спасибо моим родителям что дали согласие на продажу квартиру потому что это тоже как бы большой капитал это в значимый взнос в эту квартиру то что я хотел купить эту квартиру в ипотеку и тем самым добиться и сказать вам в дальнейшем лет так через 10 15 что вот теперь я красава ставьте лайки ну оно не срослось и конечно же для меня к лучшему потому что сегодня можно хотя бы спокойно вдохнуть что у тебя нету там ежемесячного платежа в 72 тысячи рублей примерно такой бы должен был быть платеж на период 15 лет вот так вот просто писать 15 лет ты просыпаешься смотришь такой явно может даже закурил бы потом ходит помимо тоже так вот смотрел в окно еще осталось 13 лет такие дела в общем друзья подписывайтесь на канал подписывайтесь на инстаграм канала потому что там всегда выходят свежие новости вот все что мы снимаем я сперва публику публикую там вы можете заранее писать ваши советы задавать вопросы чтобы этот ролик получался более насыщенным дальше будем снимать больше сюжетов про машины про банки и кредиты про недвижимость про жизнь людей все будем делать сейчас как раз погода наладится я думаю вам будет интересно по квартире точно также все что обещал расскажу покажу до новых встреч всем пока пока